12 января 1722 года император Всероссийский Петр I подписал именной указ о создании прокуратуры, перед которой ставилась важная задача – уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах неправосудия, взяточничества и беззакония. С этого памятного дня прошло уже 300 лет. Менялись времена, законы, государственные строители, но главные задачи прокуратуры оставались неизменными. Это защита законных прав и интересов граждан, непримиримая борьба со всеми видами коррупции и преступности в государстве, обеспечение верховничества закона на всей территории России, ее единства и целостности. В честь 300-летнего юбилея прокуратуры России в Славянске-на-Кубани прошло сразу несколько памятных мероприятий. Накануне профессионального праздника состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященное участнику Великой Отечественной войны, Славянскому межрайонному прокурору Анатолию Александровичу Грибанову. В доме по улице Юных коммунаров 96 Анатолий Александрович жил более 20 лет и трудился на благо жителей Славянского района. За свою 300-летнюю историю прокуратура пережила разные эпохи. Менялись времена, эволюционировало государственное устройство, но главной задачей прокуратуры неизменно остается защита прав и законных интересов граждан. Анатолий Александрович Грибанов в 1944 году добровольцем ушел на фронт. После войны в 1964 году пришел работать следователем Славянскому межрайонному прокуратуру. За 8 лет работы им расследовано только по фактам мужчинок, убийств, 108 уголовных дел. В 1972 году Грибанов был назначен Славянским межрайонным прокурором, проработав более 15 лет. Ему было присвоено звание почетный юрист РСФСР. Анатолий Грибанов является настоящей легендой профессии. Трудно переоценить его вклад в становление и развитие прокурорского надзора в Славянском районе. Открытие мемориальной доски – это дань памяти и уважения человеку, на которого равняется сегодняшнее поколение служителей закона. После открытия памятного знака участники и гости мероприятия отправились в Славянский историко-краевический музей для ознакомления с вновь открывшейся исторической экспозиции об истории становления органов прокуратуры в Славянском районе. На выставке были представлены исторические экземпляры документов, актов прокурорского реагирования разных лет, предметы служебной деятельности, такие как печатная машинка, канцелярские предметы и, конечно же, документальные хроники, свидетельствующие об этапах становления ведомства. В честь 300-летнего юбилея прокуратуры в нашем городе состоялось еще одно знаковое событие – торжественное открытие памятного знака, которое прошло 12 января. С профессиональным праздником собравшихся поздравил глава района Роман Синеговский, отметив важность и значимость их работы не только для государства в целом, но и для каждого человека. Сегодня, благодаря созидательной действию прокуратуры, мы открываем памятный знак. Будет высажена аллея. Это говорит о том, что сотрудники прокуратуры, они прежде всего люди, они живут в нашем городе, они созидают. И самая главная, наверное, ваша задача – это блюсти за законностью всех сфер нашей жизни. Спасибо вам за вашу самоотверженную работу, спасибо вам за то, что вы делаете. Свою долгую 300-летнюю историю ведомство ведет с петровских времен. Именно Петр I подписал именной указ о создании прокуратуры. Первым генерал-прокурором сената император назначил графа Павла Ягужинского. Представляясь сенатором генерал-прокурора, Петр I сказал, «Вот око мое, коим я буду все видеть». Именно эти слова размещены на памятном знаке в честь юбилея прокуратуры. Право перерезать ленточку у памятника было предоставлено исполняющему обязанности славянского межрайонного прокурора Владимиру Татарову и главе славянского района Роману Синеговскому. Установленный знак символизирует связующую нить всех поколений работников прокуратуры, которые чтут закон, справедливость и обеспечивают укрепление порядка на территории города и района. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова